По морю на яхте, по воздуху на воздушном шаре. Так гость из Японии исследует самые колоритные уголки Украины. Японец Хироши, герой нового украинского фильма. По сценарию он случайно заблудился в одном из городов, пытаясь найти дорогу. Начал незабываемое путешествие по стране и знакомство с украинской культурой. Одни из первых на съемочной площадке побывали наши корреспонденты. Эксклюзивные кадры в сюжете Анны Нестеренко. В жизни его зовут Касай. В фильме о Хироши. И в кино, и в реальности он профессор. В фильме об Украине у него главная роль. Мы нашли того человека, о котором было написано в сценарии. Это настоящий профессор, настоящий японец. Он по-настоящему очень плохо говорит. И на английском, и на русском, и на украинском. Но мы уже на второй день друг друга начали понимать легко. По сюжету профессор Хироши едет на научную конференцию в Киев. Когда поезд останавливается во Львове, выходит выпить чашечку львовского кофе. И опаздывает на рейс. Он очень авантюрный, самоироничный. Даже когда теряется во Львове, не воспринимает ситуацию как фиаско. Для него это лишь очередной повод начать крутые приключения. Продолжаются приключения в Карпатах. По-украински Хироши знает лишь одно слово – дякую. И из-за лингвистической оказии оказывается в селе Дяково. Там попадает на гуцульский праздник. Та локация, на которой мы поднимались, она находилась на высоте 1200 метров. И чтобы на нее подняться, только машина с ЗИЛом. И когда туда загрузилось 30 человек, музыканты, оркестры, наша техника, и все туда поднимались и застряли вот так под 45 градусов, закипел двигатель, то все начали там креститься, молиться. Слава Богу, все обошлось. После колоритной карпатской вечеринки Хироши неожиданно просыпается в корзине воздушного шара. В реальной жизни Касай летал на воздушном шаре лишь однажды в Австралии. Он так шумит, и здесь такой большой огонь. Я впечатлен. Но не боюсь. Мое имя Касай. С японского это значит огонь. Новый опыт получает вся съемочная группа. К сложностям в команде относятся с юмором. Я не снимал еще на шаре. Я сейчас вот залезу. Если я буду падать, вы главное снимите меня красиво. Автор идеи фильма Мининформполитики в очередной раз хотел напомнить миру, что Крым – это Украина. Поэтому Хироши на воздушном шаре попадает на территорию полуострова. Мы хотим показать Украину не так, как она сегодня преимущественно знает в мире, что у нас продолжаются военные действия и ситуация неспокойная. Мы хотим другого – показать Украину креативной, человечной и широким ресурсным потенциалом, чтобы влюбить мир в себя. Потому что война все-таки кончится. Из Крыма Хироши на яхте отправляется в Одессу. Хотя на самом деле плывет не по Черному морю, а по Киевскому водохранилищу. Все остальные съемки проводили в реальных условиях. Жанр киноленты создатели определяют как комедию в документальном стиле. Часто мы снимали неподготовленных актеров. Например, в Карпатах на праздновании у гуцулов это были настоящие гуцулы. Мы организовывали вокруг профессора события, а реакции людей были настоящими. Так же, как и его реакции. Львов, Карпаты и Одессу Касай видел впервые. А вот в Киеве у него уже есть любимые места – Золотые ворота, Майдан Незалежности и Софийский собор. Гость из страны восходящего солнца надеется, что с помощью фильма и другие японцы смогут влюбиться в Украину. В Украине есть очень много прекрасных мест, которые нужно посетить. И этот фильм может стать очень полезным. В Японии, во многих других странах смогут больше узнать об Украине. Это очень комфортная страна и люди здесь очень добрые. Фильм с субтитрами на украинском, английском и японском языках появится на экранах до конца этого года. Покажут киноленту сразу в нескольких странах, в том числе в Японии. Спасибо всем, съемка окончена!